Но однополярный мир возник с крушением России, Советского Союза, и в 90-е годы практически Россию поставили на колени. И большая заслуга нашего президента Путина о том, что он смог поднять Россию с колен. Народы, например, мусульманского мира, сейчас смотрят на Россию как на единственного защитника мусульманского мира. И, естественно, возникает второй полюс. Была же у нас двуполюсная система, две мировые политические системы СССР-США. Сейчас в новом формате, но практически мы опять приходим к этой системе. Сейчас полюс у нас будет не политический, а будет, я бы сказал, экономика социальная, где социальные государства в лице России, Китая, стран БРИКС, с одной стороны, с другой стороны, это члены НАТО, Евросоюза и Соединенные Штаты. Вот эти два больших мощных полюса, они формируются в настоящее время. Но вообще-то более правильно говорить, наверное, не о двухполярном мире, а о многополярном мире. Потому что у нас имеются очень сильные страны Юго-Восточной Азии, прежде всего Индии, Китая, тигры, страны тигры, которые быстро растут. У нас имеются быстро растущие страны в Латинской Америке. Это еще один полюс. Полюс европейское сообщество и евразийское сообщество, которое формируется на территории бывшего Советского Союза. Мы все с удовлетворением узнали о создании вот этого Евразийского Союза, когда три наших страны, Казахстан, Белоруссия и Россия, подписали соглашение полтора недели назад. Вот многополярный мир – это будущее политического устройства мира, на мой взгляд.